Всем привет! На связи Раниса. Сегодня предлагаю создать пару вот этой вот классной тыковки. Мы с вами будем создавать сережки. Вот такие вот объемные, интересные, тематические. У меня осень ассоциируется с чем-то теплым, с печеньками, со свитерками, с грецкими орехами и, конечно же, с тыквами. Вы пока ставьте класс этому видео, а я покажу, из чего же сделана наша сережка. На самом деле все очень просто. Нам понадобится проволочка тоненькая 0,25. Я взяла ее в магазине для рукоделия. Два вида бисера, но может быть у вас и один всего лишь оттенок, просто с двумя видами. Как бы сережечка смотрится, тыковка смотрится пообъемнее, поинтереснее. Я взяла вот такой вот огонек блестящий и рубку стеклянную классическую чешскую. Оба 11 размера. И взяла два вида зеленого для того, чтобы собрать листочки. Также две маленькие рандели, пин, швенза и наш центральный элемент. Это вот такая вот бусина шарм. Помните, раньше они нанизывались на такой металлический браслет и все ходили, носили эти шармики с разными подвесками. Вот у меня осталось с тех времен этой бусинки уже, наверное, лет 10. Я заказывала ее очень-очень давно. Никакая, конечно, здесь не 925-я проба. Это не серебро, это просто металл. В общем, будем оплетать с вами такую бусинку. Их можно тоже приобрести в рукодельном магазине. Они продаются до сих пор. Можно зайти, приобрести. Стоят они очень недорого. Из них получаются вот такие классные тыквы. Ну что, начнем? Для начала мы берем нашу проволочку и отмеряем, я даже не знаю, ну сантиметров, наверное, 60-70, не больше, потому что вам будет трудно оплетать, если вы возьмете сильно длинную проволоку. Берем нашу проволоку, берем нашу бусину шарм. Вот так вот огибаем. И просто закручиваем. Можно прям до фанатизма не крутить, вот так достаточно. Лишнее можно обрезать. Огибаем внутрь. Проходим. Как бы прячем нашу накруточку. Прячем нашу накруточку. Ах, да, еще забыла очень важный элемент. Это пинцет. В этой работе пинцет просто очень необходим. Он нам еще пригодится. Все, можем начинать плетение. Я рассчитала уже на той Сергея. У меня получается рубки 6, а бисеринок 8. Круглых, в смысле. Я набираю 6 бисеринок. Желательно более-менее одного размера. Спускаю их к нашему шарму. И вот так вот огибаю. И прохожу проволокой внутри. Можно взять и обычную бусину, но у нее нет такой приплюснутости, во-первых, которые свойственны тыкве. А во-вторых, отверстия у бусин обычно не такие широкие. Это отверстие позволяет нам легко оплетать бусину. Все. И далее набираем... Я уберу пока. Набираем 8 бисеринок другого цвета и фактуры. 4 бисеринок другого цвета и фактуры. Почему 8? Потому что у них разный диаметр. То есть ваша задача подгонять, чтобы у вас эти полосочки были одинаковые. И вот точно так же я прокручиваю, укладываю и укладываю проволоку. Вот так. Можно здесь вот так просто пройти разочек один, чтобы просто зафиксировать поплотнее наше начало. Вот так. И у вас ничего никуда не будет ездить. Подтягиваем. Вот у нас такая красота укладывается. Продолжаем точно так же просто чередовать и прокручивать. Вот такая у нас получается тыковка. Основа уже готова. Сейчас мы будем с вами делать листочек. Но сначала надо закрепить нашу оплёточку. Поэтому мы ищем какую-нибудь, можно две, линии, через которые мы вот так пройдем и зацепимся. Как раз здесь нам поможет пинцет, чтобы можно было провести. Вот так. Оп. Раз. Это что-то вроде узелочка. Далее мы проходим в какую-нибудь бисериночку. И я набираю 10 зелёных бисериночек. И вот так вот огибаю. Делаю петлю. Это будет наш условный листок. У тыквы он такой круглый, поэтому я тоже делаю его таким кругленьким. Вот так. И тут же делаем второй. Набираем 8 бисеринок другого цвета. У меня потемнеет. И точно такую же делаем петельку. И цепляем её прям близко-близко к нашему первому листку. Вот так. И далее идём фиксировать нашу проволочку. Если вам удается зацепляться за наши перемычки, то это вообще успех. У меня вот не совсем, поэтому я иду просто в бисеринки. Так. Можно подлезть, попробовать куда-нибудь вот сюда. Так, я, кажется, тут почти успех. Вот так. Здесь мне поможет пинцет. Чуть-чуть вытягиваем и сразу ведём вот сюда вот, наверх. Так. Далее продолжаем также ещё в паре мест фиксировать нашу проволочку. Между бисеринками, цепляя за них, и между нашей оплётки. И потом лишнее просто обрезаем. И вот так вот поджимаем пинцетиком, если где-то что-то торчит. Такая тыковка у нас получилась. Симпатичная. Берём наш пин. Берём рандель. Надеваем её на пин. И просто насаживаем нашу тыковку. Полностью бусины не проходят. Но она позволяет зафиксировать нам пин. То есть её не видно снизу. И пин у нас держится. И сверху, для того, чтобы прикрыть нашу оплётку, надеваем ещё одну бусинку. Вот так вот её туда проваливаем. И делаем петлю. То есть отгибаем. И закручиваем. Закручивать здесь, конечно, сложно. Если у вас пин не такой мягкий, как у меня, а пожёстче, то достаточно сделать не закрутку, а обычную петельку. То есть обрезали, загнули. Ну вот у меня он мягенький, поэтому мне приходится подкручивать, иначе не выдержит. Так. Петлю скрутили. Лишнее просто откусываем. Берём нашу швензу. Отгибаем кончик. Вот эту петельку. Отогнули. И надеваем нашу серёжку. Закрываем. Оп. И любуемся результатом. Вот такие классные серёжки-тыковки у нас с вами получились. Посмотрите, какие они милые. Очаровательные. Очень лёгкие. Совершенно не будут утяжелять ушко. Ушко не будет уставать. Подключайте к творчеству ваших деток, ваших внуков, племянников. Творите вместе. Плетение объединяет, развивается моторика. И вообще это очень классно, когда создаются какие-то такие тематические украшения. Мне кажется, это прям вообще здорово. Всем спасибо за внимание. С вами была Раниса. Подписывайтесь на мою группу Раниса Авторские Украшения. У меня регулярно выходят новые мастер-классы. Как простые, так и более сложные. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.